Строительная отрасль Казахстана вновь под пристальным вниманием чиновников. Сегодня в правительстве решали, как в ближайшие пять лет сдать в эксплуатацию свыше 111 миллионов квадратных метров жилья. Планы амбициозные, но выполнимые. Застройщики заявляют, главное создать им условия для работы. А вот тут уже есть проблемы, какие именно узнал Бахтиярд Аркеев. Для жителей столицы такое обилие башенных кранов и строительных заборов – дело уже привычное. Главный город страны активно застраивает жилыми домами. Спрос на квартиры в Астане и других регионах страны по-прежнему высокий. Вот только предложить застройщикам вскоре уже будет нечего. В ряде регионов власти не успевают подводить к новым территориям инженерные сети. Этот вопрос сегодня подняли в правительстве. С этой проблемой сейчас столкнулась столица. В Астане имеется недостаток энергоресурсов, стоит вопрос обеспеченности водой. Из-за этого были снижены запланированные объемы ввода жилья. Для недопущения подобных ситуаций всем акиматам необходимо провести соответствующий анализ перспективного развития своих населенных пунктов. Практика выдачи земельных участков, не оснащенных инженерными сетями, широко использовалась руководителями многих регионов. Видимо, власти рассчитывали, что успеют их подвести к сдаче объекта. Однако дома поднимали, а труб как не было, так и нет. В Петропавловске, например, ситуация такая, что жилой комплекс стоит, но из-за отсутствия сетей его не принимают. Нуждающиеся в жилье больше года остаются без собственной крыши над головой. В прошлом году мне пришла счастливая смс о том, что я прошла в очередной список. Все, счастью, не было предела, но потом что-то затормозилось, и вот на протяжении года я в подвешенном состоянии. Проблему с отсутствием должной инфраструктуры застройщики поднимают уже не первый год. При этом задачу, которую поставил глава государства перед правительством, сдать свыше 111 миллионов квадратных метров жилья к 2029 году, они считают вполне выполнимой. Главное – создать необходимые условия. Но, как показывает практика, ситуация сейчас обратная. Спад объемов строительства сейчас отмечается в Петропавловске, Улытаусской, Тараусской, Абайской и Мангостаусской областях. Вопросы, которые связаны с бюджетным финансированием, вопросы, которые связаны с длинными деньгами, вопросы, которые связаны с тендерами, в результате этот процесс весь выльется на минимум 5-7 лет в то же время. Соответственно, не факт, что 111 миллионов мы построим. Может, статистически в результате покажут эту цифру, скажут, вот мы достигли, но на данный момент инфраструктура не позволяет этого делать. Впрочем, как заявил сегодня премьер, вопросы есть и к застройщикам, а именно к срокам сдачи объектов, а также их работы без разрешительных документов. Есть случаи, когда почти готовые жилые комплексы признавались самостроями, и по решению суда их теперь необходимо снести. Сейчас только в одной стране в черном списке Акимата находятся свыше 100 компаний, которые так или иначе нарушили закон о строительстве жилья. Многие из этих фирм привлекали деньги и дольщиков на нулевом этапе, что категорически запрещено, потому что не было гарантией тому, что у застройщика хватит денег на завершение всего проекта. Власти заявляют, прежде чем инвестировать, необходимо проверить компанию, которая возводит жилье. Бахтия Даркеев, Наурс Базаров, Жибек Жоле.